с вами снова александр здравствуйте я расскажу вам сегодня о коляске от компании baby design наверное мне уже на канале пора заводить новую рубрику дешево и сердито потому что эта коляска недорогая и очень хорошо укомплектована на мой взгляд очень хорошее соотношение цена-качество вот это компания baby design повторюсь модель называется клик а прежде чем расскажу о коляске в двух словах технические характеристики вам назову для какого ребенка она предназначена она с 6 месяцев до 15 килограмм возраст не говорю потому что не знаю сколько будет весить ваш ребенок сколько какой-нибудь возраст когда он будет весить 15 килограмм изучать мы начнем ее сверху вниз начнем с ручки кстати пока не забыл она весит меньше 7 килограмм она очень легкая это вот важный момент для многих да и для меня было бы тоже приятно если бы она была легкой так что хочу заметить рассказать о ручке ручка здесь у нас не регулируется по высоте но она прямом росте 186 сантиметров рост расположена четко там где мне удобно был бы чуть ниже может быть чуть выше все равно мне бы хватало этой высоты мне кажется нормальное место обито она мягким материалом вот хват удобный приятный хочу сразу заметить в комплектацию входит на на раму закрепленный как сейчас видите подстаканник входит комплектацию покупать не нужно что касается козырька козырек здесь очень очень хороших размеров я его сразу раздвину в максимально возможный размер чтобы вы сразу это увидели а так вот можно его уменьшить на одну секцию или же увеличить надо секции очень классно и удобно также для комфорта родители здесь есть смотровое окошечко сеточкой можете наблюдать за своим ребеночком очень тоже удобно так давайте теперь посмотрим на то что еще у нас идет в комплекте комплектацию входит еще фирменный дождевик учитывая что она недорогая коляска у вас еще и дождевик сплошная экономия кругом как вы уже заметили входит накидка на ножки тоже в комплектации тоже за эти небольшие деньги причем она теплая очень плотный материал используется на ней не продуваемой хорошо защищает ребенка вот видите она идет в нахлёст на подножку и поддувать не будет она достаточно толстая внутри видно какой-то плотный мягкий наполнитель поэтому очень очень круто холодных регионах оценят на все сто процентов так что касается сиденья сиденья здесь стандартная она не самых широких вообще точные характеристики с размерами сантиметров миллиметрах я добавлю в описании там посмотрите но сразу же здесь уже это видно что коляска она не самых широких она стандартная вот и принципе этой ширины будет хватать большинству детей спинка здесь что мне нравится она очень высокая и не сильно завалена на зад когда она максимально поднятым положением для безопасности ребенка у нас здесь есть пятиточечные ремни с мягкой накладкой на плаховой зоне на плечевой зоне и также бампер обитый мягким материалом который легко отстегивается что вы посадили сюда ребенка сам я сама сиденье вот моя личная претензия немножечко жестковато чуть бы побольше наполнителя мне кажется было бы удобнее ребенку но в принципе что тут придираться она недорого стоит ссылку на магазин я добавлю в описании пройдете посмотрите также вы видите подножку которая жесткая регулируется в положении горизонтальная и можно ее убрать также подножка есть и снизу для более подросшего ребенка вот так давайте посмотрим на механизм складывания козырька он здесь не самый бесшумный щелчки слышны кому это важно как может кому-то все равно но есть люди кому это важно чтобы ребенка не будить звучок от слушайте все-таки щелканье небольшое есть ну это не страшно в принципе на улице как закон всегда шумнее вот что касается наклона спинки давайте посмотрим как осуществляется здесь используется система ремней и положение здесь градусов 170 я думаю есть поэтому комфортно будет стать точно заднюю стенку можно убрать и здесь у нас будет сеточка летом это очень здорово если возьмете в отпуск коляску тенечек ребеночка и спать и открыли и будет микроклимат такой своего рода закрывается это все в нахлёст самое главное с пучками чтобы не поддувало и на спинке есть достаточно глубокий во всю стеночку карман единственное очень узкое отверстие что туда что-то положить ну я к тому что так что крупное не положить маленькое отверстие в ладонь и побольше сделать так поднять спинку можно вот таким образом потянув за ремешки и вы снова будете отрегулируете ее сидячее положение дальше давайте посмотрим на раму что касается рамы металлическая рама принципе вопросов мне тоже к ней не возникло сделано хорошо единственное есть люди которые придираются вот люфт люфт но она же складная и люфт он везде есть здесь он тоже небольшой есть я не считаю это проблема потому что 90 процентов колясок есть люфт здесь он тоже есть в районе ручки ну ничего страшного а так целом рама добротная такая крепкая без вопросов колеса кстати здесь с амортизации причем амортизация очень даже неплохая здесь вот вы можете обратить внимание стоять пружины и плавность хода вполне себе достаточно колеса здесь не надувные но это компенсируется пружинами что касается амортизации спереди она здесь тоже присутствует колеса спереди вы видите сдвоенные сзади у нас колеса одинарные диаметр колес немножечко отличается ну совсем немножко но это мелочи передние колеса естественно можно снять помыть как и задние передние колеса также блокируются прямо чтобы вы преодолели какую-то неровность с этим все нормально из плюсов большой багажник ну немножечко маленькая щель чтобы туда что то положить доступ к нему не самый удобный а сбоку вот эта часть она не из резинки и сюда положить что-то тоже не получится вот поэтому такая моя придирка придется что-то некрупное туда ложить положить вот тормоз тормоз во всю длину трубка нажали заблокировали отжали едем дальше обычная классическая система которая мне не нравится я не люблю ковырять обратной стороной обуви тормоз и я бы хотел бы чтобы здесь был был съем с тормоза тоже сверху но здесь как есть так есть давайте посмотрим теперь как коляска складывается для того чтобы ее сложить здесь пластиковый фиксатор его отгибаем и здесь под ребенком есть ремешочек за который нужно дернуть после чего она разблокируется и сложится вот такое состояние коляска легкая на реально вот почти невесомый там 6 копейками килограмм это очень даже немного поэтому для путешественников подойдет очень хорошо для экономных путешественников вот поэтому вот смотрите как она сложна в виде чтобы разложить раскрываем фиксатор собственно и все поставили и едем дальше по поводу тканей я еще вам не сказал ткань здесь на ощупь она ну понятно она недорогая но она не раздражает бывают колясочки даже подороже но ткань какая-то вот она вот но неприятная здесь такого нет она не раздражает она прочная достаточно ткань непродуваемая точно это прям я уверен более чем вот и пошита хорошо зазоров каких-то здесь не так ничего не торчит все все нормально без вопросов вот принципе все что хотел рассказать рассказал в двух словах подытожу как я сказал дешево сердито очень жирная комплектация накидка на ножки это это уже стоит чтобы ее купить потому что универсальные накидки на ножки не всегда что-то как-то но не так садятся чаще всего есть конечно нормальные варианты но большинстве своем не очень хорошо сидят вот тут родная дождевик оригинальный всегда стоит дорого это универсальный там по 200 рублей оригинальные обычно там тысячи полторы три вот поэтому тоже в комплекте вот сама коляска полноценная складывается компактно легкая самортизации принципе плюсов много есть конечно какие-то недочеты там люфт здесь небольшой ну где его нет вот и на мой взгляд жестковато сиденье вот то чтобы я отметил из минусов и не очень удобный доступ багажник принципе все но ей это все можно простить за ее деньги поэтому рекомендую обратить на нее внимание как минимум посмотрите изучите вот и если это видео вам было полезно интересно ставьте лайки если не понравилось видео ставьте дизлайки и заключение большое спасибо первой коляске за то что предоставила на обзор baby design click спасибо большое повторюсь ну а вам всего доброго и правильного выбора до свидания